Владимир Евгеньевич, и к вам, конечно, вопросы по этому большому, уникальному нашему проекту. Но, во-первых, для того, чтобы большой такой проект был реализован, есть и огромная ответственность со стороны руководства города в вашем лице. И тот вопрос, который висит в зале, а как вообще вам удалось такой большой проект привести в город Минск? Пожалуйста. Ваше превосходительство, господин министр, уважаемые господа. Конечно же, мы очень рады, что такой инвестор с мировым именем, как господин Алябар, пришел к нам в Минск. И то, что господин Алябар, кроме громадного опыта, колоссальных компетенций, обладает еще и уникальным чутьем инвестора. И он, конечно же, этим чутьем почувствовал, что у нас в Минске он сможет реализовать действительно уникальный проект. И мы сегодня видели по презентации, что все для этого есть. В соответствии с указом главы нашего государства Александра Николаевича Лукашенко, предоставлен земельный участок свыше 10 квадратных километров. Он находится в уникальной природной зоне, обладает всеми водными, лесными ресурсами. И сегодня мы видим, что те подходы, которые к этому проекту показывает к реализации наш инвестор, говорят о том, что это будет действительно уникальный проект, в котором будут самые современные технологии, строительные технологии, инновационные технологии, привлечение самых различных подходов мирового уровня, которые позволят действительно создать уникальный проект у нас в Беларуси. И мы со своей стороны оказываем полное содействие. Город берет на себя обязательства по созданию инженерно-транспортной инфраструктуры этого проекта. Мы уже сейчас работаем очень плотно с Баденом Алябаром по увязыванию всех необходимых подготовительных этапов для того, чтобы проект был реализован. И видим, что все продвигается соответствиями с намеченными целями. И планируем, что в самые кратчайшие сроки мы уже выйдем на строительную площадку, для того, чтобы этот проект действительно начал уже реализовываться в практическом плане. И был примером того, как можно у нас в Беларуси, в городе Минске выгодно вкладывать инвестиции с очень большими перспективами в реализации самых различных инвестиционных проектов.